Привет всем из Германии! Ребята, специально для вас по многочисленным просьбам я тестировал самый длинный эфир тестостерона. И это, ребята, не Амнадрен, и это не Сустанон, а это Нибидо с действующим веществом тестостерон Унде-Конуат. Этот длинный эфир применяется в гормонозаместительной терапии в ГЗТ тестостероном. И ставится 4 мл, 1000 мг всего лишь навсего раз в 10, раз в 12 недель. Он себя хорошо зарекомендовал в Германии, потому что у него нету больших скачков, и он держится на одном физиологическом уровне, уровень тестостерона. Ну, в общем, я не буду сильно углубляться в плюсы этого препарата. Вверху выскочит ссылочка. Я снимал специально для вас видео подробное о гормонозаместительной терапии. Я там рассказал о всех препаратах, о всех особенностях и даже о дозировке. Вам там упомянул. И показал препараты. В общем, кому интересно, идите по ссылочке вверх, посмотрите. Вот. Теперь расскажу, что меня привело к тому, что я себе поставил Нибидо или тестостерон Унде-Конуат. До этого я начал инъекционный курс. Я ставил себе в течение трех недель препарат тестостерона и примаболана от бренда Геб. И в конце, то есть, можно сказать, в начале курса, через три недели я сдал анализы, посмотреть, рабочие ли у меня препараты. И на анализах оказался тестостерон в нуле. И в итоге я понял, что я колол себе нерабочий тестостерон. А вы спросите, а почему тогда тестостерон был в нуле, если ты колол нерабочий? Ребята, потому что я до этого делал курсец аксандролона или анавара. И он, скорее всего, понизил мой уровень тестостерона. Так что, ребят, аксандролон также понижает собственный уровень тестостерона. Так что, это надо учитывать, если вы решите курсить, как все принято говорить, безобидными витаминками, такими как аксандролон. Он также понижает тестостерон. Не так быстро, как другие препараты, но, увы, все равно понижает. Ну ладно, это видео посвящено не аксандролону, и не анавару, и не примаболану. Ну и вот это. После того, как я узнал, что препараты нерабочие были, что я месяц сидел на нерабочих препаратах, я, короче, в отчаянии достал ампулу Нибида, вот с действующим веществом, тестостерон-ундекунуат, которую я, в принципе, прикупил у Хилмы. Есть такая фирма, бренд Хилма Биокары. Я там прикупил эту ампулу, но хотел ее тестировать когда-нибудь в следующий год или поза... как позаследующий или как-то. Ну, короче, не в этом году. Я хотел протестировать, комбинировать Нибида с какими-нибудь таблетками. Думал, сделал курсец, и посмотреть, как пойдет. Ведь это удобно. Если просто таблетки пить, у вас тест свой опускается. И есть кое-какие минусы, да? Вы вроде и растете, мышцы растут, все дела, но своего физиологического теста не хватает. Я подумал, а что будет, если я просто поставлю Нибида, тестостерон-ундекунат, и буду держать свой уровень этим тестостерон, физиологический уровень буду держать, и курсить какими-нибудь таблеточками. Ну ладно, про это я... этот эксперимент, может быть, я еще проведу. Ну, чтобы видео долго не затягивать, вот, ребят, короче, прошел месяц после того, как я поставил 3 мл. Ребят, я поставил 3 мл, это 750 мг. То есть обычно ставится 4 мл, 1000 мг раз в 10-12 недель. Я поставил, короче, месяц назад 3 мл. 750 мг. Вот. Вот и смотрим анализы. Ребят, вот я сдал общий анализ крови. Меня интересовало. Ну, и интересовало особенно гематокрит, тромбоциты. Ну и вот это, смотрим, идем сверху и смотрим. Вот, ребят, гемоглобин, да. Тут, кстати, вот, в левом углу, вот где я показываю, тут стоят анализы, которые я сдавал 25 мая, то есть вот месяц назад. И вот, и на второй день, 26 мая, я поставил вот этот вот небида. Вот тут можете сравнивать, какие были вот у меня последний раз, когда я сдавал анализы, да, и какие вот тут сейчас актуальные. Ну, в общем, гематокрит, гематокрит даже опустился. Когда у меня тест был на нуле, у меня был гематокрит 48, а сейчас он даже стал 47, то есть на 1% даже опустился. Ну, на полпроцента, ладно. Но вас, скорее всего, это все не волнует. Мы сразу идем к эстрадиолу, да. Вот, ребят, когда я 25-го, 5-го сдавал, у меня эстрадиол, можно сказать, был в нулях. Ну, понятно, у меня тест был в нулях, а тест в нулях эстрадиол это, конечно, тоже нет. Так что, с чего эстрадиол образовываться, если нету теста? Вот, у меня было всего десятка 25-го, 5-го. Хотя норма 44, да. С 44-х нормы. Ну, вот. И вот смотрим, тестостерон общий. Вот, смотрите, 25-го числа у меня, вот референты, да, референтные 2, 4, до 8, 2, у меня, короче, был, к сожалению, 25-го, 5-го, 0,8. Ну, в общем, в нулях, да. То есть, как я уже сказал, я делал до этого курсец аксандролоном, да. Аксандролон таблетки принимал, или ановар, как вам больше нравится. И у меня, короче, он понизил тест. Ну, и вот. И препараты, которые я там в течение трех недель колол, тестостерон и примаболан, метинолон и нандат. Короче, они были пустые, поэтому у меня тест не поднялся. Хотя я ставил, пошел анализы сдавать после того, как поставил последние лекции. Когда я их поставил? Где-то через 4 дня я пошел сдавать. То есть, он должен был у меня в 4-5 раз зашкаливать тест. Вот на своем последнем курсе я там ставил тестостерон-цепионат. Я там сдавал на курсе анализа. У меня в 4 раза он был завышен, чем референтный. Вот. И смотрим теперь, ребят. Месяц на Небида. Месяц на Небида. Ребят, у меня тестестерон. Как вы видите, самые высокие референтные 8,2. А у меня 12,6. Ребят, вот смотрите. Стрелочка показывает ввысь. И жирно выделено. Тестестерон общий 12,6. Вот, ребят. Вот такие вот дела. То есть, он у меня через месяц, уже месяц прошел, до сих пор еще даже, можно сказать, в полтора раза выше, чем референтные, ребят. То есть, смотрим эстрадиол, да. То есть, последний раз у меня была десятка, сейчас 23. То есть, хотя тестостерон завышен, да. Эстрадиол находится в низком значении. То есть, что я хочу сказать теперь. Ну, в общем, подведем итоги. Ребят, подводим итоги. Короче, как вы видите, через месяц еще до сих пор высокий тестостерон. Полтора. В полтора раза. Это значит, что Нибидо от Хилма-Биокары, или с действующим веществом тестостерона Декануат, рабочая. Вы видите плюсы этого препарата в том, что он до небес не повышает ваш тестостерон, но держит в высоких значениях. Во-вторых, у вас не происходит ароматизации, то есть, если вы будете делать лечение Нибидо, то есть, гормонозаместительную терапию тестостероном или ГЗТ тестостероном, вам не надо будет заморачиваться, принимать какие-то препараты, как анострозол, да. Потому что эстрадиол не повышается, да. То есть, у меня даже он еще ниже референтных, хотя уже месяц прошел. То есть, это большой плюс, да. То есть, риска гинекомастии не имеется. И, как говорится, я вам сказал, препарат ставится раз 10-12 недель. И вот он до сих пор еще в полтора раза выше референтных. То есть, запросто он может еще несколько недель держать ваш тестостерон в референтных значениях. Вот такие вот, ребят, дела. Ребят, за мою проделанную работу попрошу вас поставить, пожалуйста, лайк. Кто не подписался, подписываемся на канал доктора Фишера. Извините за мой ломаный русский язык. Да, ребят, я разучился говорить по-русски, потому что я живу уже больше половины жизни в Германии. Auf Wiedersehen. Спасибо. Спасибо. Спасибо.